всем привет вы на канале сайта как страсти меня зовут максим и в этом видео я постараюсь решить вечный вопрос вечный холивар с пикселями ем и рм что лучше использовать и в каких случаях давайте разбираться для начала давайте просто разберемся с тем что вообще это такое что за единиц измерения как они вообще используются начнем с пикселей это самое простое что есть вообще в принципе это такая единица измерения абсолютно которая работает и будет работать всегда так как вы задали то есть я говорю что 20 пикселей хочу этого шрифта и чтобы я потом не делал чтобы не делал с размером экрана с высотой экрана на каком устройстве я это не открыл все равно всегда будет 20 пикселей то есть буквально чтобы не сделал ну кроме изменения масштаба страницы всегда размер будет таким какой я его какими его задал 20 пикселей чтобы я не делал задам 16 будет 16 и так далее то есть это абсолютно единственное зрение которое не подвержен никаким внешним фактором кроме масштаба вот она просто просто будет всегда такой как вы ее задали это хорошо и именно поэтому эта единица называется еще базовой именно от нее рассчитываются те же ем и рэм которые мы рассмотрим чуть позже базовая она просто потому что что бы вы ни делали использовали там даже проценты вич и так далее любые относительно измерения они всегда преобразуются в пикселей браузером это можно будет увидеть я это чуть позже вам покажу собственно с пикселями больше ничего главный плюс пикселей в том что они простые просто до нельзя максимально простые можно использовать в любом случаях ну из минусов которые многие говорят но я не совсем согласен с этим то что пиксели слишком скажем так топорные да с ними сложнее адаптив как говорят и с ними могут быть проблемы если нужно будет делать доступность но при этом мы поговорим чуть позже поверьте все не так уж и плохо давайте про ем теперь да добавим сюда элемент и в нем сделаем тоже небольшой текст и сделаем здесь ставил фанца из 2 и ем допустим да и посмотрим что будет у нас появляется текст который в два раза больше чем вот этот текст почему так потому что ем это относительное измерение которое рассчитывается от размера шрифта родительского элемента то есть так получается что у нас размер родителя 20 пикселей вот он а здесь мы указали 2 и м то есть мы двойку умножаем на 20 получаем здесь 40 пикселей ну и не трудно догадаться что если мы сделаем внутри еще один див которым сделаем допустим три слова но скажем что тоже у него будет 2 и м этот шрифт будет еще больше в два раза потому что теперь он рассчитывается от своего родителя то есть вот этого родителя у которого 40 пикселей 2 на 40 будет 80 поэтому здесь еще больше и так далее и так далее то есть всегда рассчитывается от родителя ну и по поводу пикселей смотрите если мы зайдем в вкладку компьютер мы увидим что итоговый размер все равно в пикселях то есть факт компьютера то что в итоговом варианте рассчитывается у нас и мы видим что у нас действительно все в итоге все равно приходит к пикселю чтобы мы не делали для чего удобен м честно говоря я не знаю для чего по мне это крайне неудобная единица измерения. Единственное, для чего она может использоваться, на мой взгляд, это для единицы line-height. То есть вы используете шире 20 пикселей и хотите, чтобы там line-height был там, не знаю, 1.5 EOM от этих 20. Вот. Я только для этого вижу какое-то применение этому этой единице измерения. Честно говоря, больше никаких не вижу. В основном она для меня просто слишком ну не то, что сложная, а просто слишком запутывающая, действительно. То есть в коде, в большом коде, где куча элементов, понять, что вот это наследуется от вот этого, а вот это будет наследиться уже от вот этого, и как-то перерассчитывать это все, ну, крайне сложно и неудобно, поэтому я бы просто это дело не использовал. Мне кажется, это просто бесполезная какая-то вещь, которая просто зря усложняет нам жизнь, зря нам ломает голову. Хорошо. Пойдем дальше и поговорим про ремы. Ремы — это, в общем-то, почти то же самое, но попроще. Попроще в том плане, что теперь расчет идет не от родительских элементов, а от корневого элемента страницы, то есть от HTML. Если мы скажем, функция здесь пикселей у тега HTML, и скажем, что здесь будет 2 рема, мы получим ту же картину, просто потому что 2 мы умножаем уже на 10 именно у HTML. Не у ближайшего родителя, а именно у HTML. Это можно легко проверить. Поставим здесь 3 рема и увидим, что размер шрифта стал меньше. Посмотрим через компьютер. Он у нас стал 30 пикселей, то есть мы умножаем тройку именно на 10, а не на родительские элементы. Это очень важно, и в этом, конечно, главный плюс рема, что он гораздо проще для расчетов. И для чего может использоваться рем в принципе? Ну, здесь довольно очевидно. Он может использоваться на тех сайтах, где нужно, чтобы размеры шрифта или просто размеры элементов менялись от действий пользователя. То есть это может быть либо какой-нибудь input, где будет сказано, что введи свой размер шрифта базовый и будут увеличены все шрифты на странице. Да, можно вводить. Ну, это, конечно, пример топорный, но, тем не менее, плюс-минус показывает суть. И можно вводить, и, соответственно, на основе этого у вас будет работать вот такая вот вещь. Увеличение. Либо это же единица измерения, рем, может влиять и на базовый размер шрифта всего браузера. То есть если вы будете увеличивать размер шрифта всего, то и все шрифты или все элементы, которые написаны в ремах, у вас будет тоже увеличиваться в размерах относительно вот этого размера шрифта базового. Потому что базовый размер шрифта 16 пикселей, и если мы вот эту десятку не будем задавать вот здесь, то, соответственно, будет все умножаться именно на 16 все эти значения. И если поменяем 16 на более какое-то большое значение, то, соответственно, везде тоже поменяется. Вот в этом главный плюс. Ну, и многие, опять же, я прочитал много статей перед записью этого видео. Многие как раз таки сетуют на то, что, ну вот, для доступности, конечно же, только ремы, потому что ремы позволяют вот это вот все делать. И действительно, да, это так отчасти. Но давайте разберемся более детально. Смотрите, еще раз, за что, так скажем, хейтят пиксели, да? За то, что сложно адаптировать и за то, что доступность плохая. Насчет сложности адаптирования. Может быть, может быть, это так, но только в определенных дизайнах. Потому что, ну, смотрите, допустим, вот раньше я тоже верстал на ремах. Допустим, что у вас размер шрифта на десктопе 20 пикселей. Ну, вы пишете у HTML фонсайз 10 пикселей, да, потом пишете, что у текста будет фонсайз 2 рем, а потом на адаптиве размер шрифта становится, не знаю, там, 1,8, ну, точнее, 18 пикселей, да. Вы должны все равно использовать меди-запрос и прописать, что у вас либо вот это будет меняться на 1,8, да, то есть вы пишете media, max-width, допустим, 600 пикселей, например, и вы должны писать, что либо текст у вас будет 1,8 рем, либо вот здесь должно стать значение меньше. Окей, вы можете прописать вот это, будет работать, а можете изменить вот это. Но представим, что вам не нужно, чтобы вот эта единица менялась в другом месте в дизайне. Ну, то есть, к примеру, чтобы один текст оставался всегда 20 пикселей, то есть 2 рема, и вы не можете поменять вот эту единицу измерения. А в другом месте нужно, чтобы поменялся на 18. Вам, получается, придется вот это все-таки писать. Так, в чем разница тогда между пикселями и ремами? Вы можете то же самое сделать, написать здесь font-size 20 пикселей, а потом здесь font-size 18 пикселей. Никакой разницы нет. Вы что здесь используете, строчку кода, что здесь пишете меня запрос и для ремов, и для пикселей. Вообще никакой разницы нет. Зачем тогда ремы? Зачем лишнее вот это вот голова ломания, чтобы придумать вот это значение 1 и 8? Окей, при десятке еще хорошо. Вы все умножаете на 10, и все как бы понятно. А если 16? А если у вас 16? Вам нужно постоянно умножать на 16. Особенно, если вы не пользуетесь всякими там припроцессорами, которые это из вас могут сделать. В общем, я не вижу особой проблемы в использовании пикселей. Насчет того, чтобы пользователь мог менять размер всех элементов этой страницы, тоже про это читал. И многие говорят, что да, вот можно менять, очень удобно, мы меняем здесь размер, и все шрифты у нас увеличиваются. Но что делать с картинками? Представьте, что незрячий пользователь заходит на вашу страницу. Да, он может увеличить, ну, если у вас все сделано в ремах, он может увеличить размеры шрифтов, почитать шрифты, почитать текста, да, действительно. Но картинки у него при этом не увеличатся, если они тоже не сделаны в ремах. А как правило, это не так. Как правило, все задается как раз таки в пикселях. И даже правильнее будет, если вы будете задавать размеры изображений вот здесь, а это пиксели. То есть, получается, при увеличении размера шрифта они не увеличатся. Получается, что текста увеличатся, Да, это хорошо для доступности, безусловно, но изображения нет, и, может быть, еще какие-то элементы тоже нет, и смысл тогда в ремах. Но вы можете сказать, а в пикселе-то вообще тогда не увеличивается. То есть зачем пиксели? Но на самом деле, если посмотреть, вот мой один из последних сайтов, я увеличиваю масштаб страницы и прекрасным образом вижу все. Все увеличивается, все работает. И изображение, и текста, и вообще все-все-все элементы. То есть чему я веду? Я веду к тому, что если нужно, чтобы пользователь увидел страницу больше, чтобы он смог разглядеть какие-то моменты, если он плохо видит, у него есть масштаб. Ему не обязательно менять, соответственно, базовый шрифт браузера, тем более еще нужно найти, что это во внешнем виде, где-то там в настройках, ну, короче, запарно. Проще нажать Ctrl-плюс или Ctrl-минус, чтобы увеличить масштаб всей страницы. Вот другой пример. Я увеличиваю масштаб, и я прекрасно вижу все элементы. Адаптив прекрасно работает. Здесь все на пикселях, кроме сетки. Сетка только в FFR-ах, ну, на рядах сделана. Это пиксели, это тоже пиксели. Какой смысл использовать ремы? Какой смысл забивать себе голову? Лично я не вижу в этом никакого смысла. То же самое здесь. Сайт с гораздо большим размером контента. Там, короче, куча всего, но тоже все идеально работает. Все просматривается. Я могу увеличить все, что угодно и увидеть любой элемент. Ну, здесь, конечно, пиксельно становится, потому что и картинки такого размера. Ну, тут уж ничего не поделать. Суть в том, что я могу увидеть это все и без ремов. Здесь ни одного рема нету вообще на всем сайте. В общем, к чему я веду, да, чтобы уже не затягивать на 100 лет это видео. ЕМы, как по мне, точно в топку, точно не нужно использовать, просто потому что это сложно. Лучше вместо этого использовать проценты. Тем более, если мы пойдем в любой макет фигмы, давайте сейчас я открою вам какой-нибудь пример. Сейчас, 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 сейчас какой-нибудь. Да, вот тот же, один из последних. Как правило, в фигме всегда у шрифта очень часто здесь используется, здесь в данном случае пиксели, здесь, может быть, не лучшее решение, но очень часто используется процент. И даже вот как меня учат на курсе по дизайну, который я сейчас прямо прохожу у Яндекса, учат делать в процентах. То есть, если посмотреть, то здесь где-нибудь, давайте найдем, допустим, вот этот текст. Проверим. И вот у него, видите, размер в процентах. Мы можем спокойненько задавать все дело в процентах, и все будет работать идеально. Поэтому ЕМ даже для лайн-хейта особо-то и не нужны. Вы можете просто скопировать из фигмы ваших, там, 120 или, как правило, еще ставят 140 процентов. Ну, вот здесь можно посмотреть у меня. Давайте в блоге где-нибудь. Здесь я стоял 140, потому что это, ну, или 160 даже где-то в каких-то местах, потому что это значение очень хорошее и удобное для чтения. Поэтому в ЕМах не вижу никакого смысла. По поводу РЭМов, здесь ответ очень простой. Если действительно на вашем сайте вот заказчик прямо говорит, что обязательно должна быть, ну, что у вас будет, либо вот такая штучка, переключалка, да, либо заказчик говорит, что обязательно нужно, чтобы была поддержка, ну, так скажем, изменения размера шрифта браузера, окей, используйте РЭМы. Если нет, я не вижу никакой проблемы в пикселях. Они абсолютно ничем не хуже РЭМов, ну, на мой взгляд. Может быть, вы, конечно, в комментариях напишите еще какую-то причину, но в плане адаптива ничем не отличается. Точнее, да, действительно, РЭМы удобно не могут быть, но только для определенных дизайнов, где прям настолько все идеально сделано, что вот вы поменяли базовую единицу там с десятки на восемь, и у вас весь адаптив сразу стал красивым. Но часто ли такое бывает? Это практически никогда. Учитывая, какие делают дизайны дизайнеры, практически никогда такого не бывает. Да даже если дизайнер сделал идеальный дизайн, ну, с точки зрения, там, правильного размера подобрал, все равно где-то может быть разница в размерах, и вам все равно придется использовать медиазапросы. Зачем тогда РЭМы вообще? Непонятно. Так что РЭМ только в том случае, если нужно действительно вот прям обязательно на сайте сделать поддержку вот этого изменения размера шрифта базового, тогда да. Если же это не нужно, если достаточно масштаба, а на мой взгляд, это вот достаточно более чем, пиксели, ваш вариант пикселей, все очень будет быстро и удобно. С точки зрения адаптива тоже ничего сложного. Вы спокойно можете все это зашивать в переменные, вот как у меня здесь, например, да, и что у меня происходит при адаптиве? При адаптиве у меня ничего здесь не меняется, у меня меняется здесь. То есть я говорю, что у меня изначально был размер шрифта, допустим, там, 110 пикселей, на адаптиве я говорю, что он будет 64, да, потом я говорю, что он будет 32, именно в переменных и так далее. И это все очень легко, быстро меняется. То же самое с другими размерами. Я все пишу в пикселях, потом говорю, что на адаптиве, пожалуйста, поменяй мне, там, значение, там, условно, 40 на 28. И у меня все становится меньше, все становится удобно. Поэтому мой вердикт такой. EM не нужны, REM только в определенных случаях, пиксели вполне себе подходят для всего. Если вы с этим не согласны, обязательно пишите комментарии, пишите ваши кейсы использования REM. Все это обязательно обсудим в комментариях. Если вдруг найдется что-то прям супер крутое, чего я, может быть, не заметил, хорошо, обсудим. Может быть, я дополню еще одним видео. В общем, будем с этим делом еще разбираться и обсуждать. Но мое мнение вот такое. Надеюсь, оно вам было полезно. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok